Ну чё, как мы там? Ну чё, 5 минут, полёт нормальный. Я сегодня свежачок. Смотрите-ка. Лимончик такой. Лимончик, лимонадик. Украшение. Сама сделала 100 лет уже. Так, о чём у нас сегодня пойдёт? Речь у нас пойдёт о косметике. Вот такая. А! А! Вот такая хренатень. У нас сегодня будет не... Господи, что ты по столу-то бьёшь? Господи, нет на собрании комсомольском. Сегодня мы с вами поговорим о моём мега-заказе с компанией, от компании Эльф. У них была скидка 50%. Я там закупилась. Я очень давно не покупала ничего от Эльфа. С Эльф, в принципе, можно сказать, что начинался мой интерес интерес к блогерству и к макияжу. У них очень много было таких бюджетных, интересных продуктов. Я ничего не знаю, скупала всё подряд или там, что советовали блогеры. С тех пор я как сильно... У меня поубавился интерес к очень-очень дешёвым бюджетным продуктам. В частности, потому что у них непредсказуемое качество. Иногда среди них есть очень удачные, но чаще всего это просто какой-то непонятный мел, там, вакса, ещё что-то. И поэтому, если вы особенно покупаете онлайн, вслепую, то вы можете потратить те же 50 долларов и только 2-3 продукта, там, за 2-3 доллара, вам понравится из 50. Вместо этого те же 50 долларов можно было купить 2 или 3 продукта подороже, такой middle market, и получить и эстетическое, и практическое наслаждение. Тем не менее, поскольку я знала, у них бывают такие распродажи, я решила освежить, освежить впечатления. Опять же, слышала от некоторых блогеров, которых я уважаю, что у них бывают плохие продукты. Начнём мы с нового продукта, который я уже поносила. Конечно же, я всё раскидала, потому что зачем лежат вещи в упаковке. Вот, Beautifully Bare, это относительная новинка, их жидкая, жидкие тени. Beautifully Bare, Smooth Matte Eyeshadow, Nude Linen. Я ссылки, если не забуду, оставлю внизу. Так, 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 да. Nude Linen, оттенок. Цвет, видите, вот как раз такой замазочный, бежевый. Тени муссово-кремовые, достаточно плотные, наносятся, пахнут они стандартными какими-тохимикатами, не слишком вонючими, но они слишком приятными, наносятся хорошо, распределяются хорошо, перекрывают, хотя сказать, ногтевую пластину, венки, какие-то маленькие несовершенства, тоже достаточно уверенно. Проблема только в том, что для возрастных век эти тени не пойдут, как и, в общем-то, за редким исключением, почти все жидкие тени не подходят для возрастных век. Отключением являются некоторые димитиконовые жидкие тени, типа Armani. Но и те, по крайней мере, их матовые тени, мне кажется, старят века, и мне, по крайней мере, скоживают века даже их шиммерные тени, но это мои впечатления. Что касается теней от Elf, они мне понравились как база. Если их нанести и в течение, я бы сказала, минуты-двух, потом нанести на них тени, то очень хорошо и ярко, и... Чихнула, так чихнула. Если... Потеряла мысль. Если их нанести и потом не слишком долго ждать, нанести на них сухие тени, получаются отличные, красивые и натуральные, яркие макияжи. Если же подождать несколько больше, они как-то сильно схватываются и уже начинают подсушивать саму кожу. И на них сухие тени накладываются не так уж хорошо. Поэтому носить сами по себе можно. Для супернатурального макияжа просто выровнять тон века. Наносить под другие тени тоже можно, но только надо работать быстро. Поэтому, в принципе, ставлю им так три с половиной из пяти. Оттенок понравился. Другие оттенки покупать не буду, но этими я буду пользоваться. Далее, купила в подарок праймер, самый дешевый и достаточно эффективный праймер на рынке, который есть. Это однодолларовый праймер от Эльф. Очень вам советую, кто сильно на бюджете или кто редко пользуется косметикой, не хочется тратиться на дорогую вещь, которая потом про кисть не пропадет. Вот, вот это хорошая базовая вещь. Если вы вообще не пользуетесь косметикой и вы попытались попользоваться тенями, они у вас все скатались, размазались, непонятно куда переместились, вы не знакомы с концепцией праймера для век. Праймеры для век бывают разные, бывают увлажняющие, бывают липкие для блесток, бывают цветные, бывают самые-самые разные, бывают для жирных век. Вот это вот среднестатистически неплохой праймер под любые тени. Он не самый лучший, но он дешевый и он нормально, уверенно, хорошо работает. Поэтому этот однодолларовый праймер от Эльф я всем очень советую. Далее купила я несколько тенюшек. Эти тени у меня раньше были, нет, это не тени, вот тени, сейчас я вам еще одни купила, потому что я два оттенка, один из них у меня уже был. Это их знаменитые шиммерные тени, которые называются Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Видите, у них даже не вполне упаковка, не consistent, то есть она разная в зависимости от с какого ящика достали тени. Это замечательные гелевые слюдовые тени, то есть, знаете, сейчас популярные, кстати, не так давно показывала в покупках, вот тоже, они называются блесточные, на самом деле это очень тонкая слюда. Вот такие тени от стила, вот это их версия отель, на такой вот силиконовый гель положена слюда цветная, немножко с пигментом, их можно носить как сами по себе, особенно оттенки потемнее, как вот этот, который называется Surry, я вам сейчас все покажу. Очень получается такой влажный слюдовый отлив на веках, держатся они прекрасно, носятся сами по себе, даже не обязательно на них праймер наносить, но можно и на праймер. Они, к сожалению, достаточно быстро сохнут. Выглядят Surry, у меня уже какой-то подсохший ко мне пришел, зараза. Так это выглядит. Видите, такой холодно-розовый цвет со слюдой, нет, явно они мне засохший прислали, сволочи. Но цвет примерно так выглядит. Он мне безумно нравился, я года три назад его носила просто не снимаю. Решила еще раз купить, потому что тот уже засох, но, к сожалению, видите, мне не повезло, мне прислали уже подсыхающий вариант. Я им попользуюсь немножко, наверное, либо передарю, либо отдам хороший рост. А, кстати, я три купила даже праймера, это все в подарок. Да, то есть тени сами могу рекомендовать, но видите, это очень настраивает, что в бюджетных марках часто не качество страдает, то так, то сяк. И второе оттенок, которое купила на пробу, называется Sheer, это прозрачная слюна, которую, типа, можно наносить как само по себе для такого вида влажного века, но на самом деле тут белый пигмент присутствует, либо на другие тени. Я тебе покажу, как это выглядит, видите, все-таки он беловат. Что я вам могу сказать? Мне значительно больше нравятся их золотые, у них есть золотые тени, вот такие вот розовые, нежели этот светлый, потому что это выглядит не как плески, а как неказистый перламутр. Поэтому Sheer я вот не могу рекомендовать. Я еще поиграю с ним, попытаюсь накладывать во внутренний угол глаза, или делать какие-то серебристые смоки и как-то наносить на темные тени. Посмотрим. Но пока что я не очень hopeful. На мой взгляд, эти тени больше подойдут для именно accentuating вот подчеркивание высветления внутреннего угол глаза, но для этого совершенно не покупать отдельные тени. В любой палетке найдется светлый оттенок, которым этого результата можно добиться. Далее я купила себе две подводки. Много слышала хорошего о этих самых вот дешевых поддешевых подводках от Эльф. Купила себе на пробу черную, точнее в подарок купила, потому что у меня сейчас две черные подводки. И купила себе на пробу темно-синий оттенок. А черную распаковывать не буду, потому что, как я уже сказала, в подарок. Темно-синюю покажу. На самом деле, я не плачу, чем она темно-синяя, потому что она, давайте я прям даже еще прорисую себе, чтобы вам доказать, она черная. Где она темно-синяя, я не поняла. черная она. Ну вот как вот, не смотри, она черная. Ну серьезно. Что-то они здесь мне надули. У меня такое ощущение. Где-то что-то осталось у меня еще работает. Упаковка. Нет, ничего не осталось. Я уже раздербанила. Очень странно. Тут даже написано Midnight. Оттенок должен быть. Темно-синий. Ну какое-то Midnight. Это черный цвет. Совершенно я... Ну хорошо. Вы мне не верите, я вам докажу. Никто не спорит со мной. Одна сижу. Ну с вами. Я докажу вам. Вот черная жидкая подводка от NYX. Она одна из самых черных, которая у меня когда-либо была. Посмотрим. Вот в сравнении. Будет она казаться синий от эльфа. Ну черная она. Ну черная. Вред. Но зато кисточка мне понравилась. Не слишком толстая, не слишком тонкая. Цвет, как видите, достаточно интенсивный. Хорошая, бюджетная. Не синяя, но черная подводка. Поэтому если вам нужна дешевая подводка для стрелок, вполне себе. Далее. Так хвалил... Кто же так хвалил? А, Tara Babies блогер очень хвалила эту рассыпчатую пудру от эльф, чтобы усаживать консилер под глазами. У меня очень сильные синяки под глазами, поэтому я пользуюсь плотными, часто даже мысленистыми консилерами. И я их обычно чем-то усаживаю. Я обычно усаживаю их таким неявным, мягким, подсвечивающим консилером. Не влажным, а знаете, когда он между консилером и подсвечивающей пудрой. Очень-очень такой неявный. Самый любимый это French Vanilla от Laura Geller, все вы знаете. Но иногда, я думаю, вроде бы надо, наверное, иногда пользоваться просто матом оставлять эту зону. Под глазами думаю, надо что-то такое попробовать. Ну и вот, поскольку я делала большой заказ, я кинула эту пудру. Здесь у нас, давайте я достану, здесь у нас мало продукта, к сожалению, но если сравнить, что Nars и им же подобные такие пудры продаются за бешеные деньги, за 3 доллара вполне себе. Такая вот пудрочка, ну просто прозрачная такая мелкая HD пудра. Я думаю, что я буду ее вообще в принципе использовать на этой зону. У меня в принципе сейчас я живу в таком сухом климате и кожа у меня из жирной, жирно-нормальной превратилась в нормальную сухую, поэтому мне матирование нужно только вот на лбу, в середине лба, в нос, подбородок, может быть. Ну и вот попробую, как она работает по глазам. Пока я не пользовалась, не знаю. Далее я купила две Finishing Powders, не знаю, что на меня нашло, но вот так получилось. Купила себе Beautifully Bare, это новая линейка, Beautifully Bare Sheer Tint Finishing Powder Light Medium, и это я купила даже больше в подарок, и себе Fair Light. Честно говоря, не знаю, какой подарок это теперь пойдет, потому что мне не очень понравилось качество. Это очень темная пудра, видите, она Light Medium, ну какой это Light Medium, это уже Medium Cten, это дело идет, это уже такое тут рыжеватая для смуглянок, для каких-то такой вот, знаете, вы не увидите у меня ничего. Пудра ничего, немножко, на мой взгляд, такая, какая-то тольковатая, она какая-то вот суховатая, высушивающая, на мой взгляд, а светлая, она прям совсем белая. Давайте я вам их вместе покажу, чтобы вы понимали разницу. Вот это Medium Light, а вот это вот Fair. Ну, это прям совсем темно, а это прям розово-белая. Пытаюсь случай сделать вот так. Ну, то есть подарок они явно мне не пойдут, я с ними что-то поковыряюсь, поделаю, или нет, но не знаю, не знаю, не знаю, пока что-то я бы не сказала, что мне очень нравится фаундейшн, то есть тоналки и пудры лица от Elf. У них есть некоторые продукты, которые мне нравятся для лица, но вот не камуфляжные, скажем так, не консилеры, не цветные. Я бы сказала, что у них прозрачная пудра ничего, у них матирующая пудра ничего, если у вас очень жирная кожа. И у них, в общем-то, всё. Я решила, зато вот-вот, зато цветные продукты лица мне у них очень нравятся, поэтому я решила повторить, у меня когда-то был один бронзер, не знаю, что даже с ним случилось, прошло много лет, повторить бронзеры от Elf. Это их вот эти мозаичные. Это у нас Cool, он должен давать такой красноватый эффект, немножко такой подгорелой кожи, такой, знаете, розовато-таупово, как контурирующую и румяна, по сути. Куда же мне нанести? Вот сюда мы нанесём, чтобы вам было видно. Вот, видите? И сейчас я вам покажу сразу в сравнении и купила себе второй, это их уже очень классический, знаменитый Warm бонзер. Он, по-моему, немножко более шиммерный. Шиммерный? Давай сейчас посмотрим. Да, он немножко более шиммерный и более золотистый. Ещё раз. Cool Warm Понимаете, да? Всё матовое и более такое красновато-тауповое. Здесь больше такое персиково-золотистое и немножко шиммерное. Сейчас мы всё это смешаем. Где у нас? Вот он, да? Ещё мы слою. Будем надеяться, что... Видно что-нибудь? Я ничего не вижу, что я делаю. Он немножко более персиково-рыжеватый. Он, мне кажется, именно классический бронзер, который лёгкий, какой-то такой, знаете, вот невесомый. И даже с типом кетю можно наносить на всё лицо, на шею, на плечи, на какие-то области, где вам не хватает загара. Это всё-таки, я бы сказала, как контурирующие румяны. Если вам... Или если вам нравится в английском называется burnt look, когда вы немножко такая красноватая, как вот... немножко как поджарившаяся на солнце. Ну вот правда, но вот такое вот есть эстетика такая немножко. Такое бывает. Мне нравятся они мягкого помола, всё с ними хорошо, но опять, в принципе, на мой взгляд, бронзер может быть плох только одним, если он вам не подходит по тону. Ну и если он накладывается комками. Ну, честно говоря, уже столько... За столько лет в блоге, в блогерстве и за столько уже... Сколько марок было, столько формулы продуктов, трудно себе представить, чтобы компании до сих пор умудрялись сделать бронзеры, которые меловые, накладываются комками. Ну, потому что уже... Уже... Если это... Если вы такое замечали, всё, просто не покупайте эту марку больше никогда. Потому что нет... Нет оправданий этому. Уже можно делать дёшево и хорошо бронзеры. И румяна в том числе. Спонж... Непонятно от чего. И... 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 А, я купила себе на пробу, не показала вам с кистями. Daily Brush Cleanser. По сути, это парфюмированный алкоголь. Не обязательно совершенно покупать его в полную стоимость, но мне понравилось, очень приятно пахнет. Это реально просто вот алкоголь, который вы пшикаете на кисть или пшикаете на тряпочку, потом быстро вытираете от неё кисть. Это не чистит кистью глубоко, это чисто вот перед каждым применением, чтобы её слегка освежить. В принципе, всё нравится. За 3 доллара ничего, но если у вас бюджет поджимает... Не партись даже. Купила три продукта для бровей. У них появилось какое-то огромное количество ольф-продуктов для бровей новых. Я решила попробовать. Один, которым я буду пользоваться, тестировать, это Taupe. Это у нас что это? Brow Pencil. Всё просто. В цвете Taupe должен, по идее, подходить моим натуральным бровям. Господи, что у меня сегодня со словами? Весь такой тонкий карандашец. Давайте, куда бы мы его нанесли бы. господи, господи, я не знаю, что происходит. Он ваксовый, темноват, я бы сказала. Он даже побольше подошёл с девушкой уже потемнее волосами. Это был самый светлый, по-моему. А может быть и нет, а по-моему, был блонд. Честно говоря, у меня проблема с карандашами для бровей, которые называются блонд, тем, что они обычно очень жёлтые или рыжие. Поэтому я обычно, если есть топ, я убираю топ. Но ничего, с ним работать можно. Не самый мягкий, в общем, нормальный стандарт, он просто дешёвый. Опять же, если вы соберёте, сделаете большой заказ, почему бы нет? Он неплохой. И купила Neutral Brown, я бы сделаю для вас свотч, но на самом деле я бы купила для подруги. Чтобы вы примерно понимали, в чём разница, я сделаю свотч рядом. Этот потемнее, он действительно такой вот нейтрально-коричневый. Но я бы не сказала, что он очень мягкий. Что, в принципе, наверное, для карандашей и для бровей и не обязательно, но я предпочитаю, когда всё-таки это несколько более приятный, мягкий процесс. И купила ещё один карандаш, уже покрупнее, он такой должен быть ваксовый, как гелиукладывающий с пигментом. Называется он Tinted Shape in Stay Bra Wax Pencil. Тоже в цвете Taupe. Я что-нибудь попробую, но у меня особенно укладывать нечего. Знаете, он какой-то толстенький. Я попробую, но я так не исключаю, что отдам его подруге. У него гораздо менее сильная пигментация, вот он, но он действительно такой вот немножко вязкий. Он, наверное, укладывает брови, если у вас пышные брови, но вы не хотите мазать интенсивным чёрным или коричневым цветом помадками, не хотите ничего заполнять, вы просто хотите придать им форму. Мне кажется, особенно сильно темнее даже может вам не понадобиться. То есть это вполне для укладки густых бровей, мне кажется, очень даже вполне, учитывая их цену, сплошное удовольствие. Так, с этим мы закончили. Остались у нас два интересных продукта. Первый это румянок. Вот хоть убейте, я не помню, кто их хвалил, но я вот помню, смотрела какого-то блогера, которого я уважаю, я не смотрю этих блогеров, мнению которых я не доверяю. И чаще всего именно поэтому я не смотрю топовые блогеры. Они все молодцы, у них хороший продакшн, но они, как и гламурные журналы, ничего интересного про косметику сегодня не рассказывают. Это всё магазин на диване, очень красиво упакованный. Не в обиду будет сказано, но как бы я могу смотреть топовых блогеров ради красоты картинки, но уж совсем не ради совета и не ради какого-то практического, практической пользы. Ну, вот так. В общем, смотрела кого-то из блогеров, которых я уважаю, она говорила, что это дюб какой-то двойки от Nars. Может быть, кто-то из вас даже мне скажет, какой, кто любит марку Nars. Я к ним отношусь очень спокойно. Вот видите? Мне показались такие интересные оттенки. Один такой серовато-малово какой-то, но он причём не очень тёмный. Второй такой грязный, какой-то неопределённый перс. персик. Значит, называется это у нас Matte Blush Duo в оттенке Soft and Subtle. Soft and Subtle. Давайте сделаем мы сводчиц. Они средней пигментации. Я не скажу, какие-то проблемы я с ними вижу в плане пигментации, но эти румяна надо наслаивать. Надо их наслаивать. Может быть, на кисти они лучше набираются, кто знает. Что могу сказать? Конечно, это всё очень мило и даже, я бы сказала, натурально привлекательно, но ничего особенного. Пока что выношу, скажу вам больше. Может быть, я влюблюсь в них на каждый день. Что мне нравится, что вот в этих упаковках Эльф, видите, какое замечательное огромное зеркало. Их носить с собой в косметичке сплошное удовольствие. Вот из-за этого я их люблю. Очень практичная, хорошая упаковка. И последние два продукта, которые я вам покажу, это уже не Эльф. Всё, всё. Это ко мне не дошло, не всё дошло от Lancome. Они мне прислали пиар-пакет. И это уже как-то догнало позднее. Сегодня на мне эти два продукта. Это два продукта для ресниц. Они выпустили новую тушь, которая называется Mansure Big. Вот она. В цвете 01 она у меня. Big is the new black. Окей. Я сегодня нанесла её. Сначала я нанесла праймер. Они прислали как двойку. То есть они советуют, что пользоваться надо двойкой. Я вам честно скажу, а я небольшой фанат праймеров. Я считаю, что если тушь хорошая, она должна хорошо носиться и сама по себе. Тем не менее, чтобы всё было по чистоку, думаю, раз компания убеждает, что именно так надо ей пользоваться, я нанесла сначала праймер, потом уже тушь. Праймер у нас называется Sales Booster XL Super Enhancing Mascara Base. Да. Такая штука. Такой белый гель с форсинками. И почему я редко пользуюсь праймером? Если вы пользуетесь линзами, если у вас чувствительные глаза, если вообще есть глаза, которые что-то чувствуют, вот праймеры с форсинками очень опасны, потому что если он отклеится и попадёт вам в глаз, а особенно в глаз на линзу, вы от этих форсинок полимерных не избавитесь никогда. Они чуть ли не на наскопической толщины, они очень тонкие, очень клейкие, какие-то липкие. Всё, линзы можно выкидывать, глаз будете чесать до крови, то есть вот эти праймеры с форсинками, я считаю, что они больше как бы, не то чтобы вреда, опасности, в них больше опасности, чем пользы, на мой взгляд. Но, если вы это любите, ради бога, я ничего против не имею. Я мужественно, хоть я и ношу линзы, нанесла, сразу же после этого нанесла тушь. Так, я показала, да, как выглядит праймер, ну, такая штука, она вот такой белый гель, на нём ворсинки. Тушь. Тушь, тушь, тушь. Средняя такая, не очень маленькая, не очень большая кисточка с ворсинками. Ну, пахнет, как все туши, ничего особенного. Она именно кремовая, густая, может, к сожалению, ворсинки здесь не очень густо набраны, поэтому она может иметь тенденцию наноситься кусками. На праймер она нанеслась замечательно, на нижние ресницы я праймер не наносила, и, к сожалению, мне пришлось её потом вычесываться. Как-то тот факт, что там на верхних ресницах был праймер, ей помог наноситься ровнее. Когда она голые ресницы, она тут не наносилась вообще, а тут нанеслась одним большим куском, и я потом её очень долго вычесывала. Чтобы сравнить, есть ещё одна тушь, которая объясняет, тоже обещает такой драматический, безумный, да, такой безумный объём. это тушь от Marc Jacobs, которая называется, по-моему, Omega Lush. Ну, вот такая, видите, вот шестигранник. Это немножко более как песочные часы, но они, тем не менее, очень похожи. Очень они похожи. И я ещё попользуюсь тушью Montseer, но у меня какое-то пока что первое впечатление, что это примерно одно и то же, что все вот эти туши кремово-плотные, такие чёрные, которые обещают драматический объём, что они все примерно одного пошибы. И же с ними Better Than Sex от Too Faced, которая, к сожалению, ещё и переносится и размазывается. За этим я, ну, опять же, ну, давайте я про ландскому вам расскажу чуть попозже, когда я побольше поношу. Пока всё хорошо, но я не могу сказать, что это самый драматический объём, который был в моей жизни. Ну, вот не могу я такое сказать. Если вы хотите, чтобы я вам порекомендовала самый драматический объём, то для этого вам придётся в несколько слоёв укладывать тушь. Что я делаю для самого драматического объёма? Я сначала накладываю хороший, уверенный, так как следует, закручивая ресницы слой Tarts Light Camera Lashes, потому что эта тушь, она разделяет ресницы, немножечко их подкручивает, чуть-чуть, и она даёт им мягкий, пушистый объём. И почему-то именно на эту тушь лучше всего потом наносятся вот такие вот монстры, да, но и даже лучше, чем они, это израильская тушь Caroline, она у меня, она у меня в косметичке, здесь её нет, которую мне, спасибо большое, прислала Ксения Тель-Авиви, я нигде не могу здесь найти. Там крошечная, вот такая вот, такая плевочая, такая вот кисточка с резиновыми, резиновыми волосками, не волосками, ну, понимаете, штырьками, ей, конечно, можно и глаз себе выколоть, и на короткие светлые ресницы она не очень хорошо работает, но если вы ресницы подготовили, вот для меня подготовить ресницы, это Tarte Light Skinny Lashes, то потом можно дорисовывать хоть до бровей, вот как бы на хорошую базу эта тушь, она делает всё, что угодно, вот реально, вот рисуешь, нарисовываешь, накладываешь, накладываешь, и получается, вот они вот такие чёрные, драматические растут. Эти туши, к сожалению, таким свойством не обладают, хотя неплохо, жирно накладываются на подготовленные ресницы тоже. Ну вот, за что купила, то и продаю. Спасибо большое, Lancome, за посылку, с удовольствием буду пробовать дальше тестировать, расскажу вам, как она носится сама по себе на голые ресницы. Ещё раз вам говорю, что у меня ресницы не какущие, их практически не видно в их натуральном состоянии, поэтому это накладывает определённые ограничения на мои требования. Но я считаю, что у меня как раз, наверное, на мне и нужно тестировать драматические туши, потому что на хорошие длинные ресницы всё накладывается хорошо. А вот мне, чтобы сделать, чтобы у меня были шикарные ресницы, это не так-то просто. Тут ещё надо с бубном постучать и попрыгать. Всё, надеюсь, вам понравилось это видео. Я думаю, что теперь мы сделаем маленькое вкусное обновление моей лаковой коллекции, покажу вам некоторые новинки, и мы займёмся с вами в косметическом плане разбором моей коллекции косметики. Уже у меня руки чешутся поскорее намыть все кисти, разобрать лайнеры, разобрать тени, прям хочется, знаете, всё выложить, всё пересвочить, всё посмотреть, всё вдумчиво разобрать, рассказать вам про лучшие и про худшие. В общем, да, ждите, скоро будет. Спасибо, прощаюсь, благодарю вас за поддержку, за внимание, простите, если что не так, что я пропадаю, я работаю как вол в последнее время, там ещё очень много интересного на работе происходит, но рассказать не могу, потому что я писала соглашение, не разглашение, но очень всё интересно закручивается. Так что да, я не пропала, у меня насыщенная, бурная жизнь, но хочется всё-таки, мне хочется тоже с вами встречаться периодически, хотя бы такими маленькими, приятными вещами обмениваться. Если вы меня совсем потеряли, что же я бью-то по столу, всё время тут же камера стоит, извините, если меня совсем, совсем потеряли, совсем соскучились, заходите на Инстаграм, вот там я фоточки выкладываю, там можно там что-нибудь посмотреть, где я путешествую, что я ем, что я делаю, где я мотаюсь, вообще чем, каким маникюрами балуюсь, вообще чем занимаюсь. Так что да, присоединяйтесь ко мне на Инстаграм, и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok